Всем привет дорогие друзья с вами Мак и это RetroSphere цикл коротких передач выпусков о ретро консолях. Как вы поняли сегодня мы с вами немного поболтаем о такой игровой консоли как Sega Master System 2. Немного информации. Эта консоль вышла через четыре года после основной серии Master System то есть в девяностом году Master System оригинальная вышла 86. К сожалению когда вышла Sega Master System уже на рынке был Nintendo и который практически монополизировал данный рынок консолей охватив более-менее 90 процентов всего рынка. Остальные 10 разделе банили разумеется Sega и Atari конечно же владельцам Sega это не понравилось они отдали другой компании компании тонко скажем так сделать бренд сделать пиар менеджмент но стало честно говоря еще хуже и в девяностом году Sega отзывает все свои активы у компании тонко и сама берет опять инициативу в свои руки и выпускает вот такую вот консоль как вы видите на ней написано Sega Master System 2 она гораздо меньше оригинала уже тогда. Представляете в 90-е годы уже было принято ФАТКИ и СЛИМКИ то есть ФАТКИ это первые модели оригинальные и потом начали СЛИМКИ вот уже самое здесь мы видим Master System 2 намного намного меньше чем свой оригинал намного проще без каких-либо датчиков распознавания о том что консоль включена без отдельных слотов под карточки потому как в оригинале вставлялись отдельные карточки и разумеется картриджи собственно говоря простая консоль домашняя восьми битная внутри встроен оригинальный СОНИК да да СОНИК ХЕЧХОК выходил на и восьми битки кнопка пауза посмотрите внимательно выведена отдельно что очень редко кнопка включения выключения никаких в принципе дополнительных слотов здесь нет сделано в Таиланде это PAL версия если не ошибаюсь сам же геймпад довольно таки напоминает геймпад от нинтендо только он чуть меньше и чуть тоньше но тем не менее легко узнаваем игр у меня на нее нету взял ее для коллекции внутри все таки СОНИК запущу поиграем интересно поиграть восьми битный СОНИК довольно кстати красивая игра как для восьми битки ну в принципе все консоль это прожил прожила недолго на рынке потому как позже в рынок ворвутся 16-битные системы которые напрочь похоронят 8-битные но мне осталось добавить что с вами был Мак Грубер как всегда оцените подписывайтесь и комментируйте скоро увидимся и до новых встреч друзья до свидания кстати забыл сказать что продавец подарок мне еще положил вот такой вот картридж супер нинтендо игра марио супер марио all-stars очень классный редкий довольно таки картридж сюда входит первая трилогия супер марио с восьми битки заценим думаю будет интересно